Всем привет, всем добрый день! Вы знаете, я сегодня себя прям заставила выйти в эфир. Вот прям целый день себя уговариваю, вот всё утро себя уговаривала, уговаривала. У нас уже первый час, и я думаю, ну, выйду только ради своих любимых девочек, которые действительно со мной на одной волне, которые меня во всём всегда поддерживают, которым я нравлюсь и которым нравятся мои гости. Вот потом вы спрашиваете, почему я не показываю, когда я с кем-то встречаюсь, где-то гуляю, и чтобы вы потом мне вообще всех распугали, моих друзей и знакомых, ещё и родственников тоже. В общем, сейчас не об этом. Нет, но об этом, конечно. Я хотела бы сразу спросить, у вас столько негатива? Ну, я так понимаю, что вот негатив как раз пришёл извне. Это не девочки с моего канала. Да, очень много человек подписалось. Наверное, хотят дальше видеть наши встречи с Кристиной. Вот я хотела вас спросить, а вы лично её знаете? Вы её лично знаете как человека? Я сейчас не буду никого не оправдывать, ни её оправдывать, ни себя оправдывать. Во-первых, с кем я хочу дружить, с тем я дружу, и никого я об этом не спрошу. Я даже ваши все комментарии не прочитала, потому что у меня прямо вот честно настроения нет читать ваши комментарии. И, ну, в общем, отвечать я вам на них не буду. Ответа от меня вы не дождётесь, даже здесь в видео. Единственное, что я хотела спросить, а вы лично её знаете, что столько негатива? Вылили, ну, там, в её сторону и в мою сторону тоже хватило. Вот этот меня вопрос очень сильно интересует. Я вам сейчас расскажу просто одну историю. Я уже неоднократно, ну, своим девчонкам рассказывала неоднократно. Главное, мы с Кристиной встречаемся уже не первый раз. И мы как бы, когда начали канал, когда я начала канал вести, потом Кристина начала канал вести, мы очень часто пересекались. Даже когда Кристина, знаете, ещё в Германии жила, мы прям очень часто пересекались. Ну, столько, столько негатива, и такой прям волны негатива не было. Не знаю, прям, что же вас так это сподвинуло на такие подвиги. Я вам хочу просто рассказать одну историю. Сразу хочу сказать, что с Кристиной мы знакомы. Я даже точно не знаю, но больше 10 лет это точно. Больше 10 лет это точно. У нас дети вместе занимались фигурным катанием. Её старшая доченька и Сабрина, они вместе занимались фигурным катанием. Лиза потом просто немножечко раньше закончила, а Сабрина там дольше занималась. Это не важно. Вот я вам хочу рассказать такую историю. Вы все знаете, ну, а те, кто не знает, я вам сейчас скажу. Я живу в деревне. Сабрина занималась фигурным катанием в городе. До города, непосредственно до катка, мне километров 30, может быть там 33, я так точно не знаю. Ну, больше 30 километров это точно. В одну сторону. Тренировки у нас всегда длились, ну, по 3-4 часа, иногда и больше. Иногда было такое время, что когда такие дни даже, когда, например, у нас была сухая тренировка, мы привозили детей туда, например, к полвторому или к двум часам. И с сухой тренировки мы базировались всегда на каток. И потом еще плюс там часа 2-3, потому что у детей всегда еще есть пауза между тренировками. Они, например, час занимаются, час отдыхают и еще час опять занимаются. Поэтому иногда я уезжала из дома часов 12 дня или там в час дня, в зависимости от того, как у Сабрины были занятия в школе. И домой приезжала иногда полдесятого вечера. И вот спросите меня, пожалуйста, где я все это время находилась. Очень часто, я не скажу, что прям каждый божий день у нас были такие длинные дни, нет. Но когда у нас, например, была сухая тренировка, и когда все мамочки, которые жили непосредственно в Ашафенбурге, привозили своих детей, ну они жили, например, там, я не знаю, 15-20 минут от места тренировок, они своих детей оставляли на сухой тренировке, это атлетика, на атлетику, садились в машину и уезжали все домой. Мне было очень дорого, если бы я каждый день 120 километров в день ездила, туда 30 километров, обратно 30 километров. И у нас получилось так, что если бы я только приезжала, я как-то одно время ездила немножко, но мне было потом очень-очень дорого за тренировку заплатить. 120 километров в день, но те, кто находится, даже не те, кто находится в Германии, сами посчитайте, вы бы ездили в день по 120 километров ради спорта ребенка. Я привозила Сабрину на тренировку, и мне просто-напросто некуда было одеваться. Я брала книжечку и сидела в машине, одно время читала, больше просто заняться было нечем. Каждый день ходить, закупаться по магазинам, это была тоже не судьба. Хоть там тренеры говорили, мне тренеры говорили, что ты сидишь в машине, иди по магазинам походи. Чтобы ходить по магазинам, нужно сначала иметь еще деньги в кошельке, правильно? А что просто ходить и смотреть на эти товары? Сначала еще нужно, чтобы, но я вообще такой человек, если мне что-то не нужно, я просто-напросто не иду в магазин и не покупаю там какие-то вещи, те, которые мне не нужны были. И вот как вы думаете? Одна из всех, у нас много детей занималась фигурным катанием, вот в то время, когда Сабрина занималась в Ашафенбурге, очень много мамочек, которые жили непосредственно в Ашафенбурге, и никто, ни один человек не позвал меня, не сказал, Таня, пока идет тренировка, давай у меня, поехали ко мне, посидим, кофе попьем. Вот ни один человек этого не делал. Только один человек, который у вас самый плохой, и как-то так. Я больше ничего не буду говорить, я хочу вам сказать, сделайте выводы. И если вы не знаете человека, как можно длить столько негатива? Особенно, ладно, знаете, что еще что напрягает? Напрягает то, что на канале, но я же вижу свою статистику, да, сидят девочки приблизительно моего возраста и старше, очень маленький процент, который помоложе меня. А таких, которые, вот такие девочки, 18-20-летние, 30-летние, их просто нет у меня на канале. И вот эти вот солидные, я скажу, солидные женщины в солидном возрасте сидят и льют вот эти вот... Вам самим не смешно? Мне смешно. Я просто, я такой человек, что если даже я где-то что-то и подумаю, ну что-то мне не понравилось где-то что-то, я не буду сидеть, выговаривать этому человеку или там где-то что-то, лить этот негатив на кого-то или кому-то что-то доказывать, не буду. Я просто не знаю, как, каким нужно быть человеком, чтобы, ну, подхватывать вот эти вот ветки такие там, делать одна другу. Короче, кто кого там, кто кого перекритикует, кто лучше комментарий напишет, кто хуже комментарий напишет. В общем, а когда, а когда еще и мужчины подсоединяются на эти женские каналы? Ой, я вообще не понимаю. Я представляю, если бы мой муж сидел и строчил бы там на канале, ой, ты там хорошо выглядишь, ой, ты там плохо выглядишь, ой, ты такая худая, ой, ты такая толстая. Я вам расскажу еще один случай, вот сейчас прям случай, вот просто сейчас в голову пришел. Я знаю одного человека, ну, я, правда, с ним уже очень-очень давно не общаюсь, но я просто знала такого человека. Она была очень-очень, ну, она такая худенькая, у нее трое детей, но она, я вам скажу, европейский размер, у нее 32-го размера. Ну, вы сами понимаете, что это такая стройная, миниатюрная, красивая, миниатюрная, ну, дюльмовочка, как я называю. Но она и правда такая вся хрупкая, а хрупкая, как дюльмовочка. Ну, и что? И когда мы, все вот эти вот пышные барышни, ходили, например, в бассейн куда-то, она не ходила, она говорила, мне стыдно раздеться. Вот так вот, и делайте выводы. Польше ничего не скажу. Сегодня вышло, знаете почему? Потому что хочу показать, вам уже обещала пару дней, показать свои посылки с Бессикрет, которые получила, и которые вам все никак не покажу. В принципе, сегодня вышло только ради посылок. Сейчас пойду, я уже открыла их, я уже так посмотрела, ничего еще не верила, думаю, примерю вместе с вами, ну, и посмотрим, что же мне там на этот раз, что же я на этот раз заказала. И также вам оставлю приглашение, кому интересно, если я забуду, в прошлый раз я забыла оставить, но мне кто написал прислать приглашение, я прислала эти приглашения. В общем, приглашений там у Сабрины не очень много, надо будет у Калины еще спросить, если у Калины есть, то я вам тоже оставлю эти приглашения. В общем, кто захочет, тот в первом закрепленном комментарии найдет пригласительный билет, скажем так, в этот каталог. Все, пойдемте. Сразу хочу показать, смотрите, я заказала себе еще и подложки для тортиков. У меня есть кое-какая идея, но я как-нибудь ее сделаю. В общем, мне просто хочется очень сделать одни такие пироженки. Ну, в общем, короче говоря, никогда еще не делала, но хочу попробовать. Но если я заказала такие подложки, что-то смотрю, они не очень большие. Я не знаю, я не помню, какой это диаметр, по-моему, 26 я заказывала или 28. В общем, не помню, наверное, 26, потому что для 28 они как бы это, маловато. Так, все, сейчас будем делать примерочку с каталога без секретов. У меня сегодня две посылки, потому что одну мне прислали позавчера, одну мне прислали вчера, но вчера мне было снимать некогда. Кто-то написал, Таня, так мало вы показали, так мало ты показала, но мы хотели больше времени взять для себя. У нас не сильно было много времени, и мы просто хотели, ну, побольше поболтать сами. Но у нас были такие термы, которые можно было обсудить только с глазу на глаз. Все, примерочку делаем. Смотрите, вот такое платье я себе заказала. Не знаю. Сейчас будем мерить. Это, ну, мой любимый Гири Вебер. Это 42 размер. В общем, примеряю. Сейчас одену и покажу. Поближе вам сначала. Ну, я молчу, короче. Я буду ждать ваших комментариев. Вот здесь я жду ваши честные отзывы. Так, смотрите, девочки. Вот. Не знаю, что-то далеко сильно. Я сама себя не вижу. Я буду сбегать в зеркало, посмотрю. В общем, не знаю. Ну, рукава, наверное, здесь, они вот так завязываются. Их, наверное, можно вот так затянуть побольше. Низу платье. Я так сдалека вижу, что вроде бы низу платье так... Ну, вот так, короче, там, задом. В общем, ждут так. Так нельзя сильно руки делать, а то, блин, всё открывается. Я не знаю, такие выреза огромные делают. Ну, ладно, когда на домашнем платье, да, такой ещё ужас. Но, ну, ладно, сюда можно... Ну, здесь можно что-нибудь сделать, чтобы не сильно так раскрывалось. Чтоб грудь так сильно не открывалась. Ну, в общем, смотрите, здесь ещё карманы есть. Ну, в общем, вот такое платье. Не знаю, вот я не вижу сейчас. Я говорю, потом сбегаю в зеркало, посмотрю. Ну, и потом мне ещё это... Ну, девчонки ещё, конечно, тоже подскажут. Сейчас просто никого нет дома. Сабрина на учёбе. Так, всё. Так, я платье не снимаю, потому что у меня здесь есть жилетку, жилетку я заказала и кардиган. Сейчас, в общем, делаем дальше примерочку. Так, кардиганчик. Не знаю, от какой фирмы. Сейчас посмотрю. Тоже гель Вибр. Но качество мне нравится. Смотрите, какое качество. Он такой... Не знаю, ну, какая-то это синтетика какая-то, но такой на ощупь приятный. Короче, кардиган я заказывала, по-моему, размер 44. Ой, что-то он сильно... И что-то он сильно большой, мне кажется. Смотрите, как здесь сделан рукав. Ну, на ощупь мне уже прям кардиган нравится. Но мне не нравится, что он вот какой-то, вот смотрите, большой. Короче, я так думаю, что кардиган я закажу размером меньше. А то, может быть, и два размера меньше. В общем, посмотрим, если они ещё есть. Так, карманов нет. Здесь такие разрезы. Потанцевала. Короче говоря, я не знаю, как вам. Мне кардиганчик понравился. Только мне нужно немножко меньше размер заказать. Я же права, или как вы думаете? Так, всё, у меня много вещей нет. У меня есть ещё одна жилеточка, которую я такую хотела себе короткую, знаете, чтобы вот просто так. У меня есть жилетки, но они уже у меня старые. Я их уже очень давно ношу. Поэтому я себе решила заказать новенькую жилеточку. Ну, не знаю, вообще посмотрим. Цены я не помню, но я приблизительно помню, но точно не помню. Поэтому сейчас ничего говорить не было, когда буду монтировать влог. Я вам напишу, ну, типа, сколько эта вещь стоила и за сколько я её купила. Ну, в общем, всё как всегда. Вот такая обыкновенная жилетка, чёрного цвета. Она лёгкая-лёгкая. Это не пух, это синтепон. Знаете, в Германии жилетка, она круглый год актуальна. Особенно тем, кто ездит на машине. Всегда. Всегда. О, что-то она, что-то она вот тут как-то узковата. Кстати, жилетку я заказала. XL. Но нет, она вот тут мне узковата. Я так не пущу. Потому что мне даже, когда собачками гулять, чтобы, если когда ветер, чтобы, знаете, так застегнуться. Но вот тут она, смотрите, как она узко. Нет, короче, жилеточка нужна. Так она мне нравится. Она такая мягенькая, хорошая. Кармашки есть тоже, что не очень, немаловажно. Но жилетка мне эта. Ну, короче говоря, жилетка мне нравится, но она мне маловата. Вот попробуйте, угадайте размеры, да. Кардиган большой. Жилетка маленькая. Платье на размер меньше, но оно тоже мне как-то как будто бы... Не раскрывайся, ёлки-палки. Как бы... В общем, девочки, кардиган я поменяю. Если есть размер поменьше. Жилеточку, если есть размер побольше, нужно будет заказать побольше. Вот ваши, короче говоря, платья не знаю. Насчет платья жду ваши комментарии. Так, сейчас переоденусь и покажу, что я еще заказала. И еще, девочки, знаете, что хотела сказать? Рекламу на моем канале, все, что связано с какой-либо рекламой на моем канале, я все эти комментарии буду удалять. Хотите рекламировать чужие каналы, делайте себе каналы и рекламируйте чужие каналы. Это ваше личное право. На моем канале реклама только с моего разрешения. В общем, любая реклама на моем канале, других каналов, ссылки всякие... Ну, YouTube ссылки не пропускает. Любые ссылки на моем канале будут удалены лично мной или моим модератором. Или название других каналов. Я рекламирую каналы только своих детей, только своих дочек. Больше никакие каналы я не рекламирую. И еще одна посылка. Ну, это тоже без секрет. Это был один заказ, они просто разделили на две посылки. Потому что я заказала здесь вот такие вот маленькие вазочки и два горшка для своих орхидей. Не знаю, подойдут ли мне горшки или нет. Сейчас будем открывать. И смотри, по размерам вроде бы должны подойти, потому что я все размеры замеряла, все смотрела и показывала. Такая ваза. Вот, короче, четыре штучки. Должно быть здесь, по-моему, четыре штуки. Да. Это не стекло, это пластик. Я, если честно, не знала, что это не стекло. Я когда заказала, я думала, что это стеклянная вазочка. Но, в принципе, мне нравится. Ну, такая. Ну, не знаю, как вам. Мне вроде бы ничего. Мне вроде нравится. Так. Сейчас. Следующую коробку открою и подключусь. Ой, девочки, что-то тяжело я ее так открывала. Там, короче, так конкретно запакованы. Смотрите, вот такой горшок. Я сказала, цены я все напишу, когда буду видео монтировать. Ну, внешне он мне нравится. Для моих орхидей красиво будет, да? Я заказала два таких горшка. Ну, для своей розовой орхидеи и для своей белой. Это хочу поставить на кухню. Самое главное, чтобы все подошло. Что-то у меня уже есть сомнения. Потому что он тут внизу, смотрите. Внутри, не внизу, а внутри. Смотрите, он как-то закруглен. Пойдемте мерить. Мне прям уже прям... Потому что сам горшок, по идее, мне прям нравится очень. Под мою кухню он бы хорошо подошел. Красиво. Бой, если подойдет. Ну, вот, девочки, моя орхидея. Горшок примеряем. Пауза. Пауза. Мне не нравится. За счет... Я измеряла все размеры. По размерам должно было все подойти. Почему они дают размеры с внешней стороны, когда должны давать с внутренней стороны. Я же права. За счет того, что здесь оно вот это вот все закругляется к середине. Ну и что, короче. Девочки, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, а если это горшок как-нибудь отрезать? Ну, тут же, наверное, бетон какой-то внутри. Я думаю, что его не отрежешь. Но если есть у кого какие-нибудь идеи, потому что сам горшок мне нравится, но вот так, как он стоит, мне не нравится. Потому что горшки эти тоже не дешевые, скажем так. Ну, скажем так, не совсем дешевые. Что-то я расстроилась. Не, ну это, конечно, мелочи жизни. Надо будет только что-то другое что-нибудь искать. Ну, а буду искать другое, потому что вот так мне не нравится. Но если у кого-то есть какая-то идея, то пишите мне. А если это как-то вытащить, ну вот из этого горшка. Ну, здесь прям бетоном залито. Что-то тяжелое, я не знаю. Оно сверху, конечно, задекорировано мухом и всякой зеленью. Ну, нет, короче, мне так не нравится. На место. Буду ждать ваши комментарии. Может быть, кто-то что-то мне, идею какую-нибудь даст. Ну, не знаю. Ну, все, мои хорошие. Что еще хотела сказать? Будьте добрее. Мир и так сейчас такой нестабильный, такой злой. Вокруг столько зла. Будьте добрее. И все у нас будет хорошо. Все, мои хорошие. Всем пока-пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.